Если вы запускаете в продвижение посты или Reels через кнопку «Продвигать» и видите сбор 30%, который нужно дополнительно заплатить, то это видео для вас. Меня зовут Галина Горбань, я уже более семи лет настраиваю таргетированную рекламу, открыла школу Таргета для того, чтобы обучить предпринимателей самостоятельно настраивать рекламу, а также обучить тех, кто хотел бы освоить профессию таргетолог и зарабатывать онлайн. Под видео я оставляю ссылки для записи на консультацию или обучение, а сейчас давайте разбираться, что это за сбор и как его можно избежать самым простым способом. Основное, что я хочу, чтобы вы запомнили, за что вы платите этот сбор. Этот сбор ввела не Meta, не Instagram, не Facebook, а этот сбор ввела компания Apple за то, что вы используете приложения Instagram и Facebook. Обратите внимание, именно приложения. Здесь нет разницы, у вас iPhone, iPad или MacBook. Вопрос в том, используете ли вы с этого устройства приложение Instagram для продвижения постов или Reels или вы его не используете. Как можно не использовать приложение? Это означает, что вам нужно просто зайти в браузерную версию. Удобнее всего это сделать с компьютера, потому что когда вы заходите с компьютера в Google или Safari, вбиваете в поиск Instagram и заходите в свой Instagram, вы видите просто кнопочки продвигать и продвигаете посты так, как вы делали это раньше. Минус этого метода, конечно же, нужно иметь компьютер. Также вы можете зайти в браузерную версию со своего телефона или iPad, и тогда тоже сбор 30% не будет сниматься. Единственное, не нужно переходить в приложение Instagram, то есть вам нужно все продвижение постов завершить через браузерную версию. Не сильно удобно, но попробовать стоит, если у вас компьютера нет. Если компьютер есть, то лучше зайдите, сделайте с компьютера, это намного проще и быстрее. Еще один важный момент, который не все до конца понимают. А вдруг будет что-то не так, я с компьютера запущу, а реклама не так будет настраиваться, не так показываться. Ничего не меняется. Когда вы продвигаете свои посты или Reels, реклама идет в рекламный кабинет. И неважно, вы это сделаете со своего компьютера, со своего iPad, с телефона, или кто-то зайдет с другого телефона в ваш инстаграм и нажмет на кнопку продвигать, реклама вся идет в рекламный кабинет. Поэтому технически ничего не поменялось. Вы точно так же продвигаете посты, и нельзя сказать, что реклама будет хуже работать или лучше работать. Она идет в тот же рекламный кабинет по вашим настройкам, которые вы использовали. Соответственно, она должна показываться точно так же, как она показывалась у вас, когда вы продвигали по кнопке продвигать со своего iPhone. Ну, конечно же, вы не будете платить 30 процентов. И Instagram в первую очередь рекомендует этот метод, что если вы не хотите платить больше за рекламу, то просто уйдите с приложения Instagram и идите в браузерную версию и продвигайте посты точно так же, как вы делали это раньше. Ну, а если вы разбираетесь, что такое отц-менеджер, рекламный кабинет, то есть еще другие варианты, которые помогут избежать сбора Apple 30 процентов, о которых я рассказала в следующих видео. А если вы пробовали продвигать посты уже через браузерную версию, и у вас что-то получилось или не получилось, то пишите вопросы в комментариях, я всем отвечаю. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить полезные видео о рекламе в Instagram. Субтитры сделал DimaTorzok